Дата празднования Светлого Христового Воскресения меняется год от года и зависит от лунно-солнечного календаря. В этом году Пасху встретили в ночь с 4 на 5 мая. Митрополит Саратовский Ольский Игнатий совершил торжественное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе Саратова. Пасха Христова – это не просто праздник, это суть христианства, так говорят святые отцы. Несмотря на грехопадение Адама и Евы, Господь не оставил человека в его падшем состоянии. Он принимает на себя человеческую природу, претерпевает страдания и смерть, и через это являет нам возможность возвратить то, что было утрачено – рай и райское блаженство. Это торжество призывает к ликованию сердца людей, потому так полнятся храмы народам на Пасху. Большой светлый праздник для всех православных, поэтому, конечно, на такие праздники, на Пасху, на Рождество всегда присутствую на таких праздниках. И в храме собираются и постящиеся, и не постящиеся, чтобы встретить в храме эту радость. Хочу с своей стороны всех поздравить, сказать «Христос воскресе!» За богослужением митрополит Игнатий совершает хиротонию Родиакона Антония Галиминова, воера-монаха, с возложением на бедренника. Пасхальной иконой Православной Церкви является икона Сошествия в Ад. Христос держит за руки Адама и Еву. Перед нами точка предельного нисхождения Христа. От нее путь пойдет ввысь, от преисподней в небо. Христос ворвался в ад, и сокрушенные им врата, разломанные, лежат под его ногами. Ветхий Завет повествует, как Бог искал человека. Новый Завет вплоть до Пасхи говорит нам, как далеко пришлось пойти Богу, чтобы найти все же своего Сына. Традиционные ценности в Российской Федерации имеют важное значение. Они закреплены в Конституции Российской Федерации. А что такое традиционные ценности? Это моральные, нравственные, духовные качества, ориентиры. И Пасха – это такой праздник, который символизирует победу добра над злом и, конечно, объединяет большое количество наших граждан. Я поздравляю всех православных христиан с этим светлым, таким радостным праздником. Для всех, наверное, христиан Пасха – это возрождение, это победа жизни над смертью, ну и здоровья всем, благополучия, а самое главное – мира и добра. Праздник всех праздников, торжество всех торжеств. Пасха Христова выходит из времени и уже не прекращается в вечности, повторяется и переживается вновь. Как же прекрасны наши ликующие храмы в эту ночь. И все в едином порыве празднует победу над адом и смертью. Христос воскресе! Поверьте воскресе! Из того узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Вот первых христиан отличала эта черта. И вот если мы будем являть любовь друг к другу, то будет Христос среди нас жить и царствовать. Потому что Он дал Себя в жертву, чтобы каждый из нас имел вечную жизнь. Вечная жизнь должна начаться здесь, в нашем сердце. А потом уже, когда мы перейдем в иное измерение, когда наступит всеобщее воскресение, это уже будут детали. Если мы сроднимся со Христом здесь, живя здесь на земле сейчас, в этом периоде историческом, в отрезке времени, которым мы сейчас живем, то значит для нас будет вечность со Христом в неизлеченной любви и радости.